Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь-гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16, в днём плюс 30-35, в горах местами до плюс 29. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19-21, в днём плюс 31-33 градуса. В этом году исполняется 100 лет Патрульно-Постовой службе полиции. К большому юбилею ППС МВД России запланировала ряд мероприятий, в числе которых акция «Один день в Патрульно-Постовой службе полиции». О том, как прошла акция у сотрудников Патрульно-Постовой службы, расскажет Дарья Тендит. Этот день для напарников Марата Балачиева и Тимура Шевхужева проходит под беспристрастным оком видеокамеры. Ранним утром полицейские вооружаются всем необходимым – наручники, дубинка, пистолет Макарова. С далёкого 1923 года задачи данного подразделения не изменились. ППС является основной службой по обеспечению общественного порядка и борьбой с преступностью на улицах. Перед тем, как приступить к патрулированию, полицейским во время инструктажа зачитывают ориентировки не только на преступников и провавших без вести, но и на похищенные вещи. «Я заступить на охрану общественного порядка города Черкеска, принесение службы, соблюдать меры личной коллективной безопасности. Обращаю ваше особое внимание на вежливое тактичное обращение с гражданами, действовать в соответствии с требованиями законодательства». Тимур и Марат, как и их коллеги, выезжают на маршрут патрулирования на служебной автомашине. Она оснащена всем знакомым синим проблесковым маячком, рацией и видеокамерами. С дежурной частью сотрудники поддерживают постоянную связь, ведь в любой момент может потребоваться наряд места происшествия. В среднем у нас бывает в день около пяти-шести вызовов, из которых большинство это какие-то ссоры, драки, разборки. Ночью это в основном семейные какие-то конфликты. А бывают такие дни, когда вроде бы немного вызовов было, но люди встречаются тяжелые. Главная цель пешего или автомобильного патруля – это видимое присутствие. Главный сдерживающий фактор, который помогает охладить горячие головы, отвлечь несознательных граждан от необдуманного поступка, предотвратить преступление или спасти. В системе органов внутренних дел очень ценятся сотрудники, которые прошли службу в патрульно-постовой службе. Большинство профессионалов среди оперативных сотрудников или руководящего звена начинали в ППС. Здесь прошли закалку, научились выдержки. Человек, попавший в беду или в какую-то сложную ситуацию, звонит в службу спасения и первыми приезжаем. Естественно, мы оказываем первую помощь. Если это драка, то, естественно, разнимаем, хулиганов забираем. Чтобы вернуть людям нарушенное спокойствие и безопасность, дежурная часть всегда остается на связи. Автопатруль ежесекундно выдвигается на адреса. Дарья Тендит, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачной недели и до встречи! Продолжение следует...